...существующих по сей день мы вам и расскажем. Мы находимся в самом священном для мексиканских индейцев месте. Это город Теотиуакан. Жители древнего поселения полагали, что человек жил в пяти эпохах. После того, как свет четвертого солнца исчез с небес, закончилась предпоследняя эпоха. Боги собрались здесь, в Теотиуакане, и начали спорить, кому быть пятым солнцем. Именно в этот момент объявился Кецалькаатль, пернатый змей, который принял облик белого бородатого человека. Его храм расположен на восточном краю цитадели Теотиуакана. Кецалькаатль создал справедливый мир и правил им в течение некоторого времени. Конец веку Кецалькаатля положил Тескатлипока. По одной истории он был верховным жрецом, по другой – богом. Его подручные дали Кецалькаатлю зеркало, чтобы он посмотрел на свое дряхлеющее тело. Охвативший его печаль, использовался колдунами, которые предложили ему лекарства от старости. Змея напоили пульке, после чего он вступил в связь со своей сестрой, нарушив тем самым все принципы, которые сам же и прививал Тальтекам. Тескатлипока требовал приносить в жертву людей, что очень нравилось воинственным ацтекам. По их представлениям, обильные кровоизлияния на алтаре богов помогают отдалить конец пятого солнца. Практиковалось обезглавливание, сжигание, сбрасывание с большой высоты, удушение, умерщвление с помощью стрел. Ацтеки совершали крупные жертвоприношения пленных и рабов, ежемесячно в центре своей столицы на горе Змея. Здесь поклонялись двум божествам – Плалаку, богу дождя, и Уцлипочли, богу войны. В совсем другой части света, в Китае, существовал не менее, а то и более сложный пантеон богов, чем в Мексике. Древние китайцы знали, что среди людей живет множество духов. Задача завоевать снисходительные отношения этих нематериальных существ была не из легких, ведь их количество выходило за все разумные рамки. Только здоровье человека зависело от 36 тысяч духов. Чтобы духов задобрить, им приносили жертвы. Верховным божествам, небу и земле, жертвы приносил сам император. Строительство храма неба Тянь-Тань в Пекине началось в 1406 году, сразу после переноса столицы, и продолжалось 14 лет. С тех пор, три раза в год, император, считавшийся сыном неба, приносил великие жертвы верховному божеству. Первым делом, постившийся три дня император, сходил на алтарь небо. Круглую блюстраду из белого резного мрамора. Все размеры этого сооружения, длина, высота, кратны девяти. Кроме того, в каждом ярусе по девять плит, а между ярусами девять ступеней. Дело в том, что девятка – магическое число неба. Точно в центре алтаря находится небольшая круглая плита – фокус небесного свода. Точка, откуда легче всего было войти в контакт с высшей реальностью. Именно здесь император преклонял колени перед табличкой Духа Неба. Церемония начиналась ровно за час сорок пять минут до восхода солнца. В громадной каменной печи, облицованной зелеными израстцами, уже пылал огонь. Размеры этого сооружения и огромная температура горения в нем позволяли огню буквально испепелить тушу жертвенного быка. Еще двадцать четыре раскаленных жаровни с мясом стояли наготове. После совершения всех ритуальных действий император осматривал догоревшие останки, убеждаясь, что небо приняло жертву. Зал жатвенных молитв – главное сооружение культового комплекса. Трехъярусная кровля, сочетание круга и квадрата, четыре поддерживающих столпа, двенадцать колонн, драконы и фениксы. Видимо, в конце девятнадцатого века близкая связь императрицы Ци-Си с небом была потеряна. В августе 1889 года зал жатвенных молитв ударила молния. И хотя храм был полностью восстановлен, с этого момента начался его закат. А с ним и закат императорской власти в Китае. Населению острова Мадагаскар достичь соглашения с духами, пожалуй, проще, чем китайскому императору. Ведь потусторонние существа, от которых зависит земное благополучие мальгашей, как правило, их родственники. После смерти здесь человек становится Розана, предком. Мальгаши убеждены, что Розана получает доступ к высшим ступеням жизни, являются источником мудрости и защищают живых. Через посредничество мертвых живые вступают в контакт с богом Занахари, творцом всего сущего. Человек жив, пока о нем помнят, говорят мальгаши. С июня по сентябрь проходят ритуальные церемонии почитания предков, Фомадихана, или перезахоронения усопших. Раньше эти обряды проводились каждые два года и чаще. Сегодня Фомадихана проводятся приблизительно раз в 10 лет всеми родственниками умершего, поскольку затраты на церемонию огромны. Иногда умершие приходят к своим близким во сне и говорят, что они соскучились, циновка сгнила, саван рассыпался. Этого бывает достаточно, чтобы устроить Фомадихану. Она должна доказать обитателям склепа, что их воля закон, что их по-прежнему любят. Семью, которая не устраивает подобных церемоний, сочтут жадной и глупой. Если духи существуют среди живых и управляют их судьбами, то вполне очевидно, что живущие должны задабривать розаны. Происходит это следующим образом. Кости извлекаются из склепа и относятся в дом, где их обмывают. Перед тем, как вернуть останки в склеп, их семь раз обносят вокруг гробницы. В этом случае розана будет спать спокойно и не станет выходить из своего пристанища раньше времени. Место захоронения окружают рогами зебу. Они препятствуют проникновению в склеп злых духов. Для малогасийцев в обряде Фомадиханы нет ничего противоестественного. Напротив, это повод для веселья. Быть грустным в такой день неприлично. Все искренне радуются общению с предков. Ради такого случая приносят в жертву зебу, готовят угощения для всей деревни. Официальная религия, а на Мадагаскаре около половины населения католики, никогда не стремилась к уничтожению древних обычаев и верований. Количество христиан, так же как количество мусульман, год от года растет, что не мешает мальгашам и дальше мыть кости своих умерших родственников. Далее в нашей программе. Еда и выпивка разных стран. Известная и неизвестная. Внимание! С января 2001 года вы не увидите слов «Планета Земля» в телепрограмме на неделю. Планета Земля меняет название и становится программой «Вокруг света». Смотрите нас и дальше, но под новым именем – «Вокруг света». «Вокруг света» можно не только смотреть по телевизору, но и читать. Программа «Вокруг света» объединяется с журналом «Вокруг света». Читайте в 2001 году обновленный журнал «Вокруг света». И не забывайте смотреть нашу программу.